сентябрь начался новый учебный год а это значит что всероссийская школьная летопись снова в эфире в студии сегодня для вас буду работать я григорьева полина замдиректора центральной городской детской библиотеки имени гайдар и руководитель вышел а гостем у нас сегодня будет замечательный человек она журналист она издатель информационного портала мел про образование и воспитание детей а еще она настоящая ты ж мать потому что она автор этих двух книг и так наш сегодняшний гость надя попудоба добрый день добрый день надежда скажите пожалуйста тяжело писать книжки про материнство учить других этому давать советы узнаете мне кажется вот давать советы действительно тяжело поэтому и всем все кому не нравятся мои книги жалуются на то что в них нет советов но это как раз был какой-то такой наверное исходный замысел потому что ну в принципе советов мире очень много и книг которые прям руководство к действию их тоже очень много вряд ли я могла что-нибудь добавить как специалист на у меня всего один ребенок я не специалист по массовому взращиванию детей профессиональному поэтому это были скорее просто истории которые я надеялась что кого-то рассмешат я знаю что кого-то они рассмешили так что моя миссия выполнена или там вызовут радость узнавания радость узнавания проблемы или радость узнавания какой-то ситуации и всего остального то есть в чешском языке такие книги называются парши ручки вот под рукой что-то такое вот легкое вот мне кажется это подходящее описание этого жанра и тогда писать было легко потому что на самом деле как бы каждая следующая глава рождалась просто из ситуации моя задача была здесь губа редакторская авторская редакторская взять и попытаться уложить это в какую-то структуру и постараться сделать так чтобы люди поняли на самом деле было это смешно грустно были они здесь не были вот так вот ну хорошо намели так много интересных и полезных статей про воспитание про то как читать детьми какие-то различные другие полезные очень советы и порой кажется что надя и ее команда знают об этом совершенно все и потому что ты читаешь с таким упоением вдохновением ваши материалы скажите пожалуйста где вы сами берете вдохновение с командой как определяете тематики статей ну тут прям очень технологичная работа на самом деле всегда когда говорят про медиа кажется что мы работаем по вдохновению наити работаем на самом деле по очень жестко жестко алгоритмизированным схемам то есть мы знаем что ли люди ищут в поиске мы очень внимательно следим за нашей аудитории как она как она реагирует на разные тексты на разные темы и так далее то есть но у нас есть такая бытовая шутка что на самом деле я знаю когда большая часть женщин которые читают мел утром заканчивают пить чай или кофе потому что мы знаем периоды когда нас активнее читают ну это так и это все видно как бы поэтому мы идем от запроса родителей на самом деле если мы видим что ну то есть нас спрашивают например зачем вы делаете глупые статьи типа кто такой хаги ваги ну потому что родители к родителю приходит ребенок говорит мама купи мне хаги или мам посмотри какого хаги нарисовал в этой ситуации там мама папа бабушка и дедушка естественно их первый позыв будет погуглить что же это за хаги кто это да зачем он почему он поэтому делаем статьи кто такой хаги ваги чтобы родителям было проще быть ближе к детям то что это легко читается это уже заслуга наших редакторов мне кажется и они просто профессиональные ребята и знают как сделать текст таким чтобы он не читался как академическое чтение нас в этом кстати тоже часто упрекают что мы ну как бы что у нас как будто бы идет постоянно упрощение всего о чем мы пишем но к сожалению время вовлеченного чтения 8 секунд иногда стремится к пяти поэтому наша задача дать нашей аудитории почувствовать что мы рядом с ними то есть мы не эксперты которые стоят на конференции там за какой-то трибуны и вот что-то в микрофон разговаривают нет мы ретранслятор у нас есть гигантская гигантские связи с экспертами во всех областях детско-родительских отношений всего что связано с образованием детьми и так далее мы счастливы что они с нами работают на наша задача как бы перевести с языка эксперта на тот язык который поймет наш читатель с удовольствием прочитает так чтобы это не было для него действительно научную статью в журнале мы всегда найдем если заходить так хорошо тогда вот смотрите конечно как приобщить малыша к чтению зачем маленькому ребенку книги как сходить с ним в библиотеку какую книгу выбрать и и для семейного чтения это все понятно это бесспорно а вот что вы скажете про подростков зачем подросткам книги как вы считаете и тут удивительная история что как раз первая часть мне кажется более сложной потому что усадить не подростков за книги мне далось с огромным каким-то внутренней болью наверное труд я это не назову но я переживала что касается подростков то это парадоксально но в определенный там в определенном сегменте подростков вот какой-то аудитории я вижу огромный интерес к книгам они правда много читают другое дело что часто родители и даже педагоги снисходительно относятся к подростковому чтению то есть ну вот самый яркий пример это конечно фанфики злополучные которые все считают низкопробной литературой подростки обожают фанфики они с удовольствием читают а потом из фанфиков как мы знаем часто рождаются вполне себе уже бумажные книги которые мы видим на в магазинах которые презентуют на выставках и так далее то есть мне кажется что самое главное вообще никогда не относиться к детскому чтению в любом его возрасте там маленькие старше обесценивающе он у тебя читает но радуйся что он читает спроси что он читает почему ему это нравится что самое удивительное у нас в мире вот несколько лет был проект с подростками прям мил тинс где мы давали подросткам возможность самим писать о проблемах которые их волнуют вот и это были совершенно прям живые живые подростки которые приходили к нам в редакцию и один раз я сидела что-то мне кажется тоже редактировал мне кажется наверное было в наушниках потому что надо было доделать большую работу я снимаю наушники и слышу вдруг спор про войну мира анну каренину что хотел сказать толстой я думаю боже так что происходит оказалось наши подростки обсуждают всерьез войну мир это было еще вот пару лет назад когда вроде бы ну не было такого резонансного обсуждения толстого а сейчас ну вот это было для них совершенно нормально они правда читали правда пытались понять и не потому что им это сказали в школе а потому что им было интересно так что я верю что все нормально с подростковым чтением и сейчас главное вот такой пласт литературы который сейчас маркирует янка далт она тоже с одной стороны кажется вроде бы такая ну легкая легонькая а с другой стороны мне кажется это то чего мне например как подростку не хватало в пласть вот книг советский период потому что книг на возраст где-то до 12 было очень много где ты узнавал себя понимал что ты так далее уже а старшие до старшие проваливались потому что ну если была любовь то она была не такая как у нас жизни и читать как неинтересно если были проблемы с родителями то они как-то были вот так вот как будто потерты аккуратненько это же как читать неинтересно а сейчас такое обилие подростковой литературы что можно только радоваться а скажите пожалуйста что вы любили читать в детстве и в подростковом возрасте конечно тоже ведь не было такого выбора вот вы сейчас сами об этом говорить что до 12 был относительно выбору 12 плюс уже был выбор гораздо скромнее каковы были что я любила читать в детстве мне кажется это вот отчасти было слеплено тем что мне советовал библиотекарь библиотеки имени гайдара который хорошо знал чем я увлекаюсь в жизни и когда я приходила тогда в гайдаровке было два входа для маленьких с одной стороны для старших с другой вот мой вход был с торца я входила в эту дверь и прям почти сразу была стойка библиотекаря и там всегда лежала стопка и мне говорили посмотри мне кажется это понравится и я могу сказать что больше чем в 50 процентах случаев мне действительно нравилось я любила историческую литературу ну как исторические романы мне подбирали очень классные детские исторические романы я сейчас даже не вспомню авторов но просто помню что ну просто читала я огромным удовольствием да вот с подростком возрастом я помню что случилась как раз такая история что библиотеку ходить перестала но зато я начала читать очень много взрослой литературы с полок своих родителей да родители бабушек дедушек то есть мне кажется это вот как была какая-то такая компенсационная история у тебя нет книг поэтому ты начинаешь забирать книги старше по возрасту я помню что мне далеко не все нравилось недалеко не все понимала и принимала но вот как раз у нас например был доктор живага в формате какой-то ну практически сам издатурская склейка вот мой дедушка хранил самодельная обложка он вообще очень любил склеивать из журналов потом себе какие-то свои собственные книги вот я помню что я читала доктор живага тоже как не очень понимала ну вернее как понимала но не понимала хотелось ну да ну я спросила типа доктор живага несколько ну тебе наверное рановато как только подростку говорят тебе рановато это лучший способ чтобы человек я думаю мне только ради этого говорили тебе рановато потому что так я прочитала очень много хороших книг когда бабушка с дедушками говорят что тебе это не стоит читать вот это было какое-то такое чтение но сейчас я рада что вот у наших детей есть как раз момент когда они могут читать не только но они тоже могут взять вытащить любую взрослую книгу с полки но при этом у них есть еще вот правда большой выбор книг про таких как они про подростков вот я недавно читала очень такой простой роман называется лгуния про девочка-подростка роман формально взрослый но я дочитываю его очень удивлялась почему он не в категории янка далт и когда меня просили посоветовать книгу для девочки подростка 14 лет я совершенно спокойно сказала кому он вот прекрасная взрослая книга давай не рано и зашла она великолепно подростку она девочка ко мне вернулась маму вернее игрота можно еще что-то таком же духе посоветовать скажите пожалуйста а по вашему сама идея история создания коллективной книги класса или объединения друзей это нормально это хорошо или это может быть плохо плохо может быть только то что плохо организованы я вообще считаю и без души вот когда что-то из-под палки и для проформы она плохо когда что-то искренне с любовью она все хорошо а там где что-то нравится детям она как правило значит скорее всего искренне подождите очень хорошо работают барометрами нашего отношения к тому что мы сами делаем и с ними делаем в той или иной форме я считаю что вообще было бы очень здорово если бы у детей было больше практики вот такого какого-то свободного писания потому что я вспоминаю что например для меня тоже для моих друзей в детстве мы все писали книги вот в детстве все писали книги вот не знаю может быть это какая-то особенность моего поколения но это был нормальной практикой и очень такой облагораживающий и мне кажется что чем больше в разных вариантах дети пишут придумывают чем больше не делают вместе тем лучше как бы я вообще за любую историю где детям дается свобода движения и свобода какого-то творчества потому что это ну а это развитие б это классно потому что это делаешь друзьями если ты ты делаешь друзьями опять же это всегда хорошо и c но как бы что останется останется вот я у меня в этом году ребенок пошел в пятый класс и я получила там пару недель назад мне прислали его выпускной альбом из начальной школы но вот остались до протокольные 15 фотографии где мы все стоим никаких воспоминаний да именно а потом мы будем думать о чему мы радовались что с нами было как-то был на самом деле в общем ну мы вас все завершаем стать участниками проекта и создать я в гости леведа и пусть он начинает даже надо с группой друзей или одноклассников с кем он учился в начальной школе чтобы сохранить эти воспоминания и какую-то добрую память на потом почему вы нет а главное это будет очень интересно реально прочитать через лет десять вот это вот будет настоящее удовольствие еще совершенно особенно спасибо надя вы сейчас обмолвили что в детстве и в подростковом возрасте вы с друзьями очень много писали своих книг а скажите пожалуйста о чем вы писали может быть были какие-то названия этих книг ну это такие тут наверное еще особенность в том что у нас была какая-то такая школа которая всячески подстегивал нас к каким-то творческим движением но на самом деле я помню что я писала вот точно я написала как минимум три романа название я не помню первое было что-то про фантастических тварей но это было мне кажется вот на рубеже начальной средней школы и было написано очень дождливым длинным летом когда но у меня не было понятное дело не мобильного телевизор настраивался такой антенны с рожками и очень плохо настраивался в общем вариантов чем заняться особенно не было поэтому я писал роман про фантастических тварей которые высадились на землю потом был да потом был роман про отношения вот и самая стоящая вещь которая написала за школьный возраст мне кажется это было это был сборник рассказов о всяких наших приключениях с моей подругой мы даже его для себя издали потом как раз когда уже выросли потому что ну издали как для себя и там для полутора наших родственников но было приятно потом прочитать все эти мне кажется единство что я умею на самом деле хорошо писать этом короткие смешные истории вот это было много коротких смешных историй про котлету застрявшую между двух стекол в таком составном окне который никто не хотел есть про то как мы однажды ездили на море и познакомились там с очень смешным одним мальчиком что из этого вышло ну в общем вот такой вот от мы еще дружили с детского сада и до 11 класса и вот получилась такая прям все что с нами случалось это была классная штука я очень рада что я это сделала я думаю что вам до сих пор очень приятно да когда вы в этом прилистывать что читаете у меня лежит до сих пор в тумбочке мой ребенок недавно читал говорит мама с ума сойти он считает что взрослые во первых жутко неповоротливые я тут делала ему ласточку показывал как делать мать может быть я думал что не можешь так сгибаться взрослые же так не могут его еще как могут и вот второе но они понятно знают что мы были когда-то тоже детьми но ребенок все равно не представляет твою реальность ребенком он тебя представляет исходно там мама папа и бабушка и дедушка когда он когда ты ему рассказываешь истории мне кажется вот помимо чтения очень важно вообще детям много рассказывать историй он личного опыта да да то есть или какого-то фантазийных основе нет нет именно личные про себя про семью у нас много говорят про традиционные ценности мне кажется вот традиционная ценность любой семьи она в семейных историях потому что так то очень хорошо выстраиваешь вот всю эту линейку со всех сторон и ребенок понимает что он на самом деле не вот какая-то такая песчинка которую там куда-то понесет а он встроен вот в эту вот очень плотную очень разную но историю его семьи это его лично это не огромный мир а это вот его собственный мир в котором он может себя найти в общем ребенок читал про детство с удовольствием так что я считаю что если этот монументальный сборник пережил уже 30 лет и как минимум 10 читателей то все удалось супер надежда вот смотрите вы в принципе состоявшийся журналист состоявшийся издатель информационного портала да вы автор книг вы оказывается книги еще и в детстве писали и поделитесь пожалуйста какими-то может быть рекомендациями или советами с ребятами которые только планируют начать участие участвовать в проекте всероссийская школа летопись и только-только даже еще замысел у них не родился о чем бы они хотели написать как бы они хотели написать может быть вы дадите какие-то рекомендации несколько советов ну вот самое главное это писать потому что очень многие люди говорят я совершенно я не могу там ничего написать ну кроме того что ты там должен написать по работе там например еще что то это не так большая часть людей может писать да мы не можем писать все как великие писатели но писать так чтобы это было приятно прочитать просто другому человеку это хорошая история мы тренируемся с детьми очень просто у меня сейчас племянники живут в другой стране я считаю что это с одной стороны очень огорчительной для меня ситуации что мы стали дальше с другой стороны я тренирую детей на то чтобы они писали письма друг другу есть послабление они могут писать по электронной почте но это должно быть письмо они вот сап и там типа как дела в roblox идем играть а сейчас позвоню тебе нет вот это не писать писать это именно попробовать по классике жанра да прям настоящее письмо естественно там нет жестких правил там типа обязательно поздоровайся в такой форме главное что я им говорю расскажите в письме историю одно письмо одна история и это еще одна очень хорошая тренировка и для детей на самом деле для взрослых потому что взрослые очень ну иногда спрашивают человека что у тебя сегодня было человек да ничего работал такой что то интересное вот у нас вечно такие разговоры с мужем ничего интересного на самом деле каждый день с нами происходит миллион супер маленьких историй каждую эту историю можно отдельно рассказать важно просто научиться видеть эту историю в окружающем мире даже в самом обычном школьном дне всегда есть одна история как минимум на самом деле их больше может быть обидно история может быть страшно может быть радующе попробуй найди вот у тебя неделя у тебя семь дней семь историй и сделать так чтобы они не были похожи на другую и напиши их пусть они будут на полстраничке листа в клеточку но вот у тебя уже будет неделя твоей истории школьной жизни хотя бы просто твоя личная я вообще очень топлю за дневники целом мне кажется что дневниковый жанр великолепен я жалею мне кажется что вот в моем поколении столько людей на пишущих отчасти потому что это был период популярности живого журнала где люди как раз очень много писали даже те анкеты анкеты дневники потом вот этот жанр живого журнала где ценились большие длинные тексты в разных жанрах вот поэтому в общем надо немножечко просто не знаю как-то для самого себя сформулировать вызов что я это сделаю хорошо ты можешь не вести дневник каждый день например но введи дневник иногда у меня вот есть до сих пор тайный дневник который я веду супер нерегулярно но мне важно что раз в месяц я его достану и что-то в него напишу там я могу знаковое да либо просто боже мой какой был фиговый месяц мне ничего в этом месяце не понравилось или какой был замечательный месяц мне все понравилось я давно не была так счастлива у меня таких дневников накопилось кучи я не то что у меня есть какая-то амбиция что я когда-нибудь стану знаменитой эти дневники кому-то пригодятся но мне самой сейчас их очень интересно читать особенно например мой дневник за 18 лет я недавно его читала и с одной стороны мне было ужасно смешно потому что это нелепо какой-то неуклюжий ребенок пишет они лепых неуклюжих проблемах а с другой стороны я просто снова почувствовал себя более живой чем я есть сейчас своем возрасте своем там каком своих обстоятельствах и в своей жизни в общем история писать хочется дневник вести дневник и на самом деле нужно еще мне кажется вот у детей есть такая особая штука их в школе к сожалению не очень учат общаться между собой то есть например у нашей школе были дебаты диспуты и все остальное это была прикольная форма где не просто тебя учили спорить разговаривать и так далее а это был момент когда мы все после роков собирались выбирали темы до обсуждали и это был абсолютно фристайл то есть никогда в жизни нам сверху не спускали тему но из этого тоже вырастало потом очень много хорошего и в том числе и пишущего потому что мы там обтачивали там какие-то свои школьные с на этих диспутах то есть потом было намного проще написать эссе если ты об этом поговорил и не формате тоже вот тоже привет что думаешь а формате именно что мы поговорим об этом говорить тоже учиться очень важно это полезный жизненный навык ну в общем то это одна из целей создания с российской школьной летописи да это как раз таки оказывает содействие детям и подросткам в том числе в приобретении развития коммуникативных навыков да потому что когда коллективный труд команды когда-то женского школьная летопись чтобы понимали это не только истории это могут быть иллюстрации к этим историям да то здесь уже конечно может объединить все это уже не целый процесс практически такой профориентирование по издательскому делу ну я не побоюсь этого поменьше давайте возьмем еще операторы и сделаем еще потом еще ряд и пожалуйста я так счастлива что вы сегодня к нам пришли что мел дружат теперь со всероссийской школьной летописью надя спасибо вам огромное и до новых встреч друзья ну а мы с вами остаемся на связи следите за новостями проекта в социальных сетях всероссийской школьной летописи всего доброго